Активисты Ленинского БРСМ 22 июня провели митинг-реквием в рамках республиканского проекта «Память сердца». Его участники – это брестская молодежь и делегация из России, среди которой были, конечно, дети. Ведь они – наше будущее, и именно им нужно передавать знания об этой войне. Минутой молчания они почтили память героев, павших в горниле кровавых сражений. Символом этой акции является сердце. Именно поэтому у памятника генерал-майору танковых войск Николаю Иконникову участники митинга сложили из зажженных лампад «Алое, горящее сердце» в знак признательности героического поступка его и всех участников Великой Отечественной войны. Я хочу сказать о том, что важность этой акции очень важна и неспроста, поэтому в составе нашей делегации, которая насчитывает 35 человек, половина из них – детишки, которых вы сегодня здесь и наблюдали. И вот эта важность этого мероприятия и акции как раз и направлена на то, для того, чтобы память победы советского народа в Великой Отечественной войне была и осталась навсегда в наших душах и сердцах. Восхищение и гордость. В первую очередь за защитников, потому что это невероятные люди, которые выстояли, которые не сдались, несмотря ни на что. Мою семью, как и многие другие семьи, также застала война. Мой прадед воевал на фронте, удостоен медалей орденами Советского Союза. Поэтому этот день мы чтим, мы вспоминаем, потому что это для нас свято, это история, которую не стоит забывать. В этот день к акции присоединились и трудовые коллективы различных организаций города, в их числе и сотрудники одного из ведущих предприятий – Брест газоаппарата. Каждый наш сотрудник чтит и помнит дату начала Великой Отечественной войны. Поэтому все мы присоединяемся к этой акции, чтим и помним. То, что произошло 80 лет назад, не может оставить никого равнодушным. Помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните. Порядка двух тысяч сотрудников городообразующего предприятия в каждом из подразделений на местах, а также на улице зажгли лампады. После стихотворения Константина Симонова минутой памяти почтили погибших в Великой Отечественной войне. Я считаю, что в каждой семье есть люди, которые воевали за освобождение нашей страны, поэтому почтить память сегодня павших – это наш священный долг. Алена Миневич, Людмила Логодич, Андрей Щерба, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания «Бук ТВ». Продолжение следует...